ну что всем привет в общем я сейчас нахожусь в подгорице совершенно не запланированно впереди собака надеюсь она не будет лаять и кидаться в общем тема сегодняшнего видео что делать когда отменили рейс и что происходит в такой ситуации я вообще впервые в жизни оказался в подобной ситуации то есть я приехал в аэропорт подгорицы тут один единственный аэропорт находится именно откуда вылетают все самолеты также есть еще аэродром вот и я в такси когда садился указал именно аэродром хорошо что таксист все понял и отвез меня именно туда куда нужно нормальный аэропорт поэтому имейте это ввиду не ошибитесь вот так вот я прилетаю точнее приезжаю в аэропорт и там написано ну типа мой рейс канцелет или отказано на сербском что рейс отменен и там стоит большая группа людей возле скажем так такого небольшого отдела аэросербии там у нас было порядка человек 80 если не 100 вот ну и все стояли ждали какого-то чудо и я сначала вообще в это не верил и у меня была очень сложная ситуация потому что я должен был лететь в белград встречать жену она впервые ехала за границу у нее не было связи и было довольно тяжело ей там находиться то есть ее никто не мог встретить и она даже не могла узнать что я не приеду его я вот переживал больше всего из-за этого благо удалось решить этот вопрос нашлись добрые люди в аэропорту которые смогли помочь там найти человека то есть даже казалось бы самой без безвыходной ситуации всегда могут найтись хорошие люди которые откликнутся помогут в общем человек приехал в аэропорт встретил ее довез ее до забронированного отеля или квартиры которые я бронировал на букинге и в общем все хорошо ну да ладно а по поводу рейса кто-то поменял билеты получилось кто стояли буквально самые первые кто-то просто сделает возврат и купил другой билет потому что многих людей рейсы поломались но в принципе у меня особо выхода не было не было ни одного билета на вот 31 октября не на утро и компания аэр сербия говорит что только в четыре часа дня нас смогут отправить новым самолетом то есть по сути прошли практически условно говоря сутки до вылета и это конечно жестко вот ну что вам сказать нас отвезли на большом автобусе сначала какой-то кафе всем дали бесплатной еды там кто-то пиццу заказал кто-то какие-то традиционные блюда вкусные я не знаю куда мне идти надо будет карту сейчас посмотреть кстати вот рельсы ты понимаешь единственный черногорье дорога ну так вот нас всех накормили потом отвезли в отель очень хороший отель и мы там спокойно ночь переждали переспали и вот я сейчас утро жду четырех дня когда нас отвезут обратно в аэропорт и посадят на новый самолет также нас покормили в этим в этом отеле бесплатным завтраком ночью неплохой сервис и в принципе если у вас прям каких-то мега срочных дел нету вот компания заботится не знаю все это компании так или нет у меня кстати были огромные риски что мне придется ночевать в аэропорту и распать на лавке но нет слава богу это не случилось сейчас есть время погулять по подгорице конечно это мне встает денег потому что придется человеку заплатить деньги и отели бронировать на несколько и ненужных в общем бывают такие в жизни форс-мажоры главное что они заканчиваются хорошо и потому что если у вас отменили рейс да вы не переживайте также там многих людей были рейсы стыковочные то есть допустим человек прилетал белград потом нужно сразу москву лететь потом сразу нам в новосибирск и люди покупали эти билеты через всяких агрегаторы я надеюсь не все хорошо то есть они начали писать там в эти компании чтобы рейсы совместили а также можно вроде как заполнить какую-то форму это со слов одного человека я этим займусь попробую пусть вот получится то напишу в комментарии под этим видео можно заполнить форму и получить компенсацию птс сербии очень как-то так я к тому что хорошо что компания не кинула на произвол судьбы а вот помогли рейс кстати отменили типа по потому что аэропорт кто-то заминировал опять же это все со слухов очень ладно как-то так всем пока